Прощать и быть прощенным читает Мария Соловьева. Лет его назад в местечке Белс жил хасидский учитель и праведник Ребе Шалом. Десятки тысяч евреев в Польше и России считали себя его учениками. Однажды, в первую ночь с лихот, он вошел в главный зал синагоги, но не подал знак старостам начинать молитву немедленно, как бывало из года в год, а велел служке запрягать лошадей. Сели они в повозку и углубились в лес. Спустя примерно полчаса остановились у бедной избушки. Ребе велел Шамесу ждать, а сам на цыпочках подошел к окну и заглянул в него. В темной комнате у стола сидел старый еврей. Он держал в поднятой руке рюмку и произносил «Лихаим». Выпил рюмку, потом вторую. Ребе отошел от окна и распорядился, чтобы Шамес отвез его назад в местечко. «С опозданием в час!» — начали читать с лихот. После молитвы Ребе подозвал секретаря и сказал, «У дверей стоит старый человек, живущий в лесу. Он вошел и начал молиться позже всех. Подождите, пока он закончит читать с лихот, и попросите его пройти в мою комнату». Когда старик вошел и закрыл за собой дверь, Ребе сказал, «Сядьте, Ребзелик, и расскажите, что вы делали сегодня под утро до слихот? За что вы выпили две рюмки?» Старик был поражен вопросом. Он-то считал, что был тогда в полном одиночестве? «Я — бедный, одинокий еврей. Детей у меня нет. А жена давно покинула этот мир. Только и было у меня, что мой домик и корова-кормилица. Полгода назад она заболела. Человек я не ученый. Молитвы нужной не знал. Просто сказал Всевышнему, «Ты все сотворил, и все в руке твоей! Неужели не можешь ради моих седин исцелить корову?» Не помогло. Корова не только не поправилась, но и вовсе стала плоха. Я сказал, «Господь, или излечи ее! Или я в твою синагогу больше не ногой! На завтра моя корова окалела! С тех пор я с ним не говорю, не молюсь, кидуш не делаю, в синагогу не хожу! Люди говорят, на старости лет спятил совсем! Не пойдешь на слихот с рэбэ! Нет, не пойду, говорю! А на сердце-то нехорошо! Вспомнил, как поссорился когда-то со Шмуэлем Мясником. Потом мы помирились, выпили парюмочки и снова стали друзьями. Вот я и подумал, скоро рожь гашана, надо помириться со Всевышним. Налил я себе рюмочку, налил ему, выпил первый, сказал, что было, то было, не вспомню старую обиду. А потом выпил и вместо него, так и помирились мы! А теперь, сказал рэбэ, я расскажу вам мою часть этой истории. Когда все уже собрались на слихот, я заметил, что вас нет в синагоге. А на небесах, как стало мне известно, вынесен нам всем суровый приговор. Вот я и решил, что есть связь между этими двумя вещами. А когда нашел вас и увидел, как вы пьете лихоим, почувствовал вдруг, что смягчился судья и разорвал приговор. Только теперь я понимаю, в чем было дело. Ваше искреннее слово тронуло Всевышнего больше, чем произносимые по привычке молитвы целой общины. Всех нас, Рэбзелик, ваш лихоим спас. Ле-хаим! Субтитры создавал DimaTorzok